Что там прикольного есть в первой команде? Питание. Ну, расскажи, расскажи. Все вкусно. А где вы едите? В отеле. В отеле? В котором живем. А, вон, смотри. Интересно, коротнет ли у меня микрофон? Привет. Кажется, я уже все предусмотрел. Разговаривал с вратарем. Он точно не мог забить. Но его все равно облили водой. Видимо, у хоккеистов МХЛ какие-то свои правила. Кстати, Тимофей уже два матча провел в качестве запасного в КХЛ. И при этом в молодежной лиге играет не так часто. В Красной Армии вообще с вратарями запутано. У вас очень много вратарей в Красной Армии. Меня все время это беспокоит. Как вы распределяете время? В плане? Ну, смотри, вот. Ты, по-моему, немного матча в этом все занят. Немного. Вот. Еще под тобой там человек 3. Ну, 4 конкуренции, по-моему. Ну, допустим. Ну, как вот это? Тяжело же не играть? Ну, это все от тренера зависит. Он распределяет, кто будет играть и кто нет. Кто тренируется, а кто играет. Может, все-таки ему давать? М? Взятки давать его? Нет, зачем? Работать нам. А еще в Красной Армии появилась новая звезда. Илья Паутов. И это не я так решил. Посмотрите, что произошло. Про Полтапов вы все время говорите. А так, я думаю, затмит через годик, через два Полтапа. Илья родился в Новосибирске, но перебрался в Москву совсем недавно. Как тебя забрали-то оттуда? В прошлом году летом пришел. А расскажи, как забирали? Что говорили, чем аргументировали? Да я не знаю, там тренер 2006 года, по-моему, только с родителями встретился. И все. Говорили, перешел. Ты не боялся уезжать в большой город? Да не, боялся, конечно, сначала. Может, не потяну, там еще что-то. Но нет, приехал спокойно. А где живешь? С мамой, квартиру снимаем. Квартиру снимаем? Дорого же здесь все. Нормально. Но то, что с мамой, а у вас нету разве интерната в ЦСК? Есть. Ну, не со мной мама просто переехала, и как бы в интернате жить не очень. Ему всего 16 лет. Наверное, тяжело говорить о перспективах хоккеиста в таком возрасте. Но раз главный тренер команды считает, что у игрока большое будущее, то значит, стоит прислушаться. Слушай, ну, сравнение с Полтаповым, на самом деле, немножко опасно, потому что ты можешь сейчас расслабиться и как плохо себя вести. И, опять же, ожидания, знаешь, все будут ждать в каждом матче. Как ты вот к этому относишься? Это нормально. Я думаю, надо просто выходить, работать. Все будет. Илья дебютировал в молодежной лиге в этом сезоне, а уже в своей четвертой игре открыл счет голам, поразив ворота русских витязей. С интервью у него пока получается хуже. Чем занимаешься в выходные, когда у вас появляются? В выходные отдыхаю. Могу сходить в кино, погулять. Все. С девочками? Ну, как пойдет? Ну, девушки-то есть уже? Есть. Есть, да? Есть, есть. Не рано ли тебе девушке 16 лет? Ну, нормально так? Нет, ну, раз нормально, то я спорить не буду, лишь бы хоккей был на первом месте. Как для Владимира Грудинина из ЦСКА. Защитник уже давно в КХЛ, но забил впервые только на прошлой неделе. Слышишь, издевается, да? Да, это такие добрые шутки. А ты, ну, в лучшие снайперы собрался. Да. Почему бы нет? Слушай, ну ты совсем недавно за молодежку играл. Вот, по-моему, он на прошлой неделе. Ты когда тебе отдал? Нет. Ну, было недавно, да, играл. Ну, че себе, ты вообще играл? А вы заметили, что забил за молодежку, пришел сюда, здесь забил. Вот как это работает, да? Ну, да, получается, там немножко. Ну, скажи, вот эти матчи в молодежке не помешали, чтобы адаптироваться побыстрее? Да нет, наоборот, когда ты играешь в молодежке, это немного иная роль по сравнению, чем в первой команде. Тебе больше доверяют, у тебя больше игрового времени ты играешь там. В большинстве больше можешь созидать, допустим, чем сейчас в КХЛ. И мне кажется, это идет, наоборот, в плюс, когда ты играешь там. Так что, наоборот, помогло для нынешней ситуации. Ну, а вот, перед первой шайбой спал, может быть, необычно или нет? Может быть, подольше, чем обычно, да. Днем и ночью? Днем. Ну, и ночью все по расписанию, там, как перевал. Но не было такого, что мысль внезапно мелькнулась, забью сегодня? Ну, каждый матч, вот, думаю, сейчас забью. Но вот сегодня я почему-то больше так думал. Как я радуюсь, когда хоккеисты МХЛ проявляют себя в континентальной хоккейной лиге. И на Востоке такие есть. Говорят, что Александр Рыков из трактора, следующая звезда Челябинска, после Евгения Кузнецова и Валерия Нечушкина. Было бы здорово. Ну, расскажи, вот, ты минуту 0,8 провел. Расскажи о каждой секунде. Первая секунда, значит. Ну, большое волнение было, не знаю. А что волновался-то, господи? Ты звезда восходящая? Ну, все равно, пересменка. А они вообще непонятно, они заканчивают. Да, как там, Радулов был. Кто? Радулов все равно выходил. Все равно. Что все равно? Звезды. Когда? Лет 7 назад? Ну, были же. Ну, были же. Ядс. Мало ли кто что был. Ну, и что сильно волновался, серьезно? Ну, не особо с лидерами же вышел. В принципе, могли подстраховать. Нужный момент. Мало сыграл все-таки. Минута 8-2 смена, да? Я одну смену вышел, 48 секунд. А ты вот вышел в середине, ты должен, по идее, замерзнуть. В конце даже третьего вышел. Вот. Ну, да, холодный. Холодный? Ну, это же травму можно получить. Ну, да, вообще. А вот ты вот, когда сидишь весь матч, а тренер на тебя внимания не обращает, ты там звуки какие-нибудь издаешь, типа, нет, здесь. Да нет, не делаю так. Ну, упанелилось? Да, прикольно. Необычный. Просто за 48 секунд ты ничего и не поймешь. Ну, да, особо так. А что говорят-то? Ну, будем, больше будем доверять или там? Пока что ничего не говорят. Пошли, Гатя Трингу, скажем, чтобы ты играл весь матч. Как? Как? Так? Да, нет. Да надо свое брать. Ты что? Да еще впереди сколько там. У меня год есть. Целый сезон есть. Выпустят. Дадут сыграть домой. Потянешь физически минут 12, 10-12? Не знаю, надо пробовать. Не могу сказать. Вот ты же играл в ВХЛ? Да. В принципе, там тоже мужики? Да, я нормально чувствую себя. Нормально, да. Адаптировался. Там главная проблема молодых, то, что они не оценивают еще силовые приемы на мужском уровне. Ну, не понимают, насколько это тяжело, жестко. Ну, не знаю, я нормально адаптировался к этому. Ну, в принципе, масса хватает. Как бороться? Челябинцам нужно почаще выпускать своего молодого гения. Может быть, в турнирной таблице конференции все улучшится. А вот у пермского молота таких звезд нет. И потому команда со скрипом решает свою основную задачу на этот сезон попадания в плей-ин. Пермская команда в прошлом году довольно быстро потеряла шансы на выход в плей-офф. Но в этом сезоне перед командой поставлены серьезные задачи. Минимум попасть в плей-ин. Но идет время, а все пока не очень. В октябре у команды только одна победа в основное время. Но самое главное, что она уже потеряла нескольких хоккеистов. К вам подходил Мельниченко и говорил, что, ну, хочу закончить. Внезапно он ушел с команды. А почему решили отпустить его, хотя планов у вас таких не было? Ну, если человек решил, насильно мил не будешь. Тем более уже психология, что он не с нами, не в обоим. Здесь тяжело будет что-то, что он будет откладываться и какую-то будет нести боевую единицу. Потому что он отречен от нашей команды. Здесь уже тяжело и ему, и нам. Вас удивило вообще это такое поведение? Ну, если откровенно, то да. Я думаю, что это позиция слабого человека, это психология. Без ветерана, а Мельниченко играл за несколько клубов МХЛ, главный тренер столкнулся с кадровыми проблемами. В команде сейчас практически нет опытных ребят. Лучший бомбардир в прошлом сезоне выступал в НМХЛ. Получается, два года назад вот меня подключили в НМХЛ, а мои пацаны играли еще в Южке. А я в НМХЛ играл. Говорят, что лига... Да, лига такая себе, но она помогла, наверное, тем, что... Там были взрослые, я же был третьего года, а были парни первого 2000 года. И они окреплые такие, играли в тело. И это как-то помогло в прошлом году в НМХЛ заходить. При этом даже в таких клубах есть те, на кого смотрят во взрослой команде. И интерес, например, к Егору Гречишкину понятен. Огромный защитник, который не стесняется силовой борьбы, старается атаковать смело. Ему бы с эмоциями справиться, а то уж слишком активен. Ну, просто неправильно сыграл. Надо было все-таки просто выбить шайбу у него, и мог бы убежать в 1-0. Посмотрел вот этим моментом, да, сыграл неправильно. Вот, ну, все бывает, там, эмоции. Да, больше не могу еще сказать. Так можно сказать про любой момент Егора. Бьет он сильно, но не всегда правильно. В Перми пока не определились философии молодежки. Долгие годы из школы уезжали самые талантливые дети в раннем возрасте, не видели перспективы. Сейчас вдруг поняли, что так нельзя, и дают возможность пермякам проявить себя на высоком уровне. Однако нет такого, что в команде должны играть одни местные. Мало ли пермских? Это достаточно. Хотелось бы больше, но... В силу того, что на сегодня сложилась такая ситуация, большой итог на раннем этапе молодых ребят не позволяет. Ну и качество игроков, на мой взгляд, может кто-то там бросит мой камень в город, не соответствует тому уровню лиги. Еще раз повторюсь, я за пермских, я сам пермский, я вырос в Перми с периодами в своей карьере играл за пермь в последующие сезоны, но ребята, приходящие к нам, они не играют и не видят большого хоккея, они не играют в большие игры. Это финалы, это регионы, они где-то, где-то около хоккея. И в этом-то плане мы где-то и страдаем. Тоже вопрос к психологии. Когда группа ребят приезжает, видит дворцы, видит какие-то имена, видит майки, не хватает нам уверенности, наглости их действий, ну и наши действия, наши команды. И видно иногда, что ребята из Молота проигрывают матчи еще до выхода на лед. Это проблема, и ее за короткое время не решить. Ну это, как вот говорит тренер, и как все, наверное, думают психология. Нам зашли, получается, перед игрой, сказали, будут магнитки, такие-такие лица, и пацаны что-то стали все-таки. О, а что, откуда он? Блин, где он играет в КХЛ, не в КХЛ? И сразу же как-то и просели бы уже. На разминке было видно. А физически мы готовы. Ничего, со временем это пройдет. Все-таки хоккей в Перми любят. Но пока даже хвалить никого не рекомендуется. Опасно. Никого не буду удивлять. Никого не будете удивлять? Потому что боитесь, что, услышав, прочитав... Даже, даже такие были моменты, что за кого-то рад, и его выделил, и как-то подбодрил, и действительно, где хорошо нужно это как-то выделить, далее идет почему-то какой-то провал. Может быть, это случайность, а может быть, это вопрос, опять же, психологии, что выделили, и он просто поплыл, перестает делать те правильные вещи, те правильные действия, которых нужно от них отталкиваться и двигаться вперед. А он почему-то считает, что все закончилось. И я никого не буду хвалить. Да пока и не за что. Опять проиграли белым медведям. Хотя на завтраке в отеле вели себя очень активно. Может быть, там и оставили все силы. На этом все. Что бы вам пожелать? Берегите зубы и аккуратно завтракайте. До свидания. Кто тебе зуб-то выбил? Ну, так получилось. В прошлом сезоне зуб выбили, а сейчас просто кушал и вывалился. Зелень? Нет. Завтракал. Это сегодня у тебя случилось? Нет. Ну, я вас просто ввел в курс дела. Спасибо. В общем, я буду следить за твоим зубом. И как бы вся сторона тоже будет следить за твоим зубом. Хорошо. Я как и сделаю, вам сразу скажу. Обязательно. Просто звони вообще в любое время, и я приеду с камерой и запишу. Хорошо, спасибо. Когда планируешь примерно? Ну, через месяц, думаю, сделаешь. Все, давай, удачи тебе с зубом.